Великий тур по Беларуси. Гомель принял у дельника уникального республиканского проекта «Беларусь. Молодь. Натхнение». На протягу тыня представники талиновитой и активной молоди подорожнивают по краине на специальном технику. Наведываются объекты, их историко-культурные спаджины сустракаются с мясцовыми уладами. Ураженными от Гомельской области потекавился Дмитрий Котов. Семь дён – девять городов Беларуси и больше, как полторы тысячи километров у шляху. Гомель сустракая уникальный молодежный тягник гушными мелодиями, у выконания оркестра и тёплым летним надворьем. На перроне заявляются у дельники проекта. Это коляста молодых людей, одобранных из всей краины. Лепшие представники студентской и спортивной супольности, волонтерского и блогерского руху. Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что это одно из важнейших общественно-политических мероприятий в сфере молодежной политики, которая реализовывалась за последние годы. Мы уверены, что тот драйв – та энергия, которой мы заряжаемся, посещая регионы, общаясь с руководством регионов, с лучшими представителями молодежной среды, трудовые коллективы, общественная организация наша. Этот драйв мы пронесём по всей республике. И уверен, что это станет очередным шагом к дальнейшей консолидации молодежной среды. Программа насыщенная, а час обмежаванная. И тем не менее, яго хапая, как поспеть ознайомиться с самыми значными объектами культурной и исторической спадшины региона. У их лику и мемориальный комплекс «Алау» в Светлогорском районе, открытый месяц тому. В 1944 году на этой мессе фашистские карники спалили заживо и расстреляли больше 1700 мирных жихаров. Удавництво мемориального комплекса в память об этой трагедии стало справдой всенародным. У сбора сродка упрымали в дел все неравнодушные жихары краины. Сейчас мы в Светлогорском районе. Большая честь и память просто возложить цветы на памятники, в нашу историю вспомнить и просто побывать здесь. Для нас, молодежи, должны быть такие мероприятия, в большем даже количестве, чтобы мы просто помнили нашу историю. Далее у дельники проекта «Беларусь. Молость. Натхнение» вертаются у Гомель. Тут их чекает встреча с наместником старшини Гомельска Габалвы Конкама Владимиром Приваловым. Размова отрималась вельми насыщенной, щирой и информативной. У Владимир Привалов отзначил, молодежи належать важная роль у консолидации громадства. Молодых людей необходимо чуть, а главное – да помогать реализовывать их идеи. Подчас встречи отбылся открытый диалог. Юнаки и девчаты смогли поразважать на темы белорусской гостинности, службы в армии, заховании здоровья, экологии и патриотизму. Впечатления очень яркие, очень много ярких каких-то красочных эмоций, потому что каждый день, каждый новый город, новые эмоции, новые места, новые знакомства. Мы посещаем очень много различных каких-то арт-объектов, мемориальных комплексов, очень много мероприятий торжественных и, естественно, это все в положительном качестве. В нашем проекте собрано очень много людей. Талантливые волонтеры, спортивная молодежь. Каждый в своем направлении просто идеален. Поэтому, я думаю, каждый что-то для себя возьмет и будет потом представлять или же делиться опытом со своими друзьями и товарищами в дальнейшем. Сегодня удельники республиканского проекта «Беларусь. Молодь. Натхнение» наведывают Брестскую в область. Завершится их подороже по краине 25-го липеня у Минску. Дмитрий Котов, Василий Осипцов, телерадо-компания «Гомель».